И до новинок спортивного життя региона. В хоккейном клубе «Гомель» изменился керавник, им стал Алексей Скурковский, который ранее был директором Жлобинского центра Олимпийского резерва по хоккей и плаванию. С этой нагодой в Гомельском лядовом палаце прошла встреча с болельщиками. Вероника Гамзюкова с подробностями. На вопросы болельщиков отказывали несколько гульцов и главный тренер хоккейного клуба «Гомель» Сергей Стась. Но большинство вопросов задали новому керавнику Алексею Скурковскому. Какие изменения отбудутся в клубе, когда ждет школу воротаров и когда появится клубный автобус, который сейчас арендуют. Скурковский рассказал, что на контранспорту есть домовленные со спонсорами и автобус перейден на баланс ХК «Гомель» в начале 2020 года. Раслужил гендиректор и плануемые изменения у структуры клуба. В ближайшие пару месяцев будет происходить создание нового хоккейного клуба как государственного учреждения. И планомерное будет слияние двух-трех юридических лиц в одно. То есть это государственное учреждение с дюшор номер один, ледовый дворец, ксуб хоккейный клуб «Гомель» и также клуб по хоккейной траве. Прогучало питание и на конту гульцов, которые покинули клуб перед началом этого сезона. Головный тренер Сергей Стась рассказал, что вертации они не сбираются. Сейчас в составе молодь, которая набирается в опыту. Команда делает полные помылки, а мальчик на каждом матче, но прогресс видовочный. Молодые ребята, которых мы пригласили, начиная с прошлого апреля, заметно они прибавили. Вы знаете, ошибки постоянно, они есть, были и будут. В одной игре у нас проблемы зоны обороны, в другой игре у нас возврат, в третьей у нас, я бы сказал, зона атаки, средняя зона. Поэтому стараемся, стараемся работать над каждым, над всеми компонентами. Ну, улучшилась, я бы сказал, наверное, зона обороны. Цекавить болельщиков так само тренерский состав у Зюшар номер один. Алексей Скурковский пообъясал, что возьму питание под свой контроль. Кировництво проанализует ситуацию и примет широк грошенев, чтобы вернуть гомельскую хоккейную школу на ранейшую узровень. Звертались болельщики и до самого опытного гульца, нападающего Сергея Тополя. Дома мы играем, так сказать, с удвоенной силой для своих болельщиков. Приходят родные, близкие, то есть руководство клуба всегда очень приятно дома играть. Но все равно хотелось бы, чтобы стадион был более полный и побольше народу ходило. Но чувствуется поддержка в домашних матчах, это очень приятно. Я желаю болельщикам только верить в свою команду, в своих ребят, приходить и искренне болеть. И при победах, и при мне удачах всегда поддерживать команду. Это отличает настоящего болельщика от псевдоболельщика. Пытались и люди и протое, те будут далее проходить турниры памяти ведомых хоккеистов. Скурковский запевнив, такие споборности – неотъемная частка деятельности клуба. Так само новый главник планует запрошивать клубы на сборы в Лядовый палац. А последнее вопрос – это организация фан-зоны, в которой будут работать разные активности для болельщиков. Сейчас эта идея прапрацовывается. Как подкреслил Скурковский, главная мета на каждом матче створит свято. Как на льоде, так и на трибунах. Вероника Хамзюкова, Андрей Иванов, телерадиокомпания «Гомель».